Когда мы испытываем ощущение злости, тревоги, что происходит? Наше сердце пульсирует и выдает некую волну. Она плотная, она менее частотная, то есть частотные волны не такие... А менее частотная волна, она вот такая, она ближе к форме, ближе к материи. И это не философия, это нейробиология. Ученые-нейробиологи, они измеряют это приборами и уже выдают нам, почему и как мы испытываем какие-то эмоции и как они влияют на наш организм, а как они херово влияют на наш организм уж. То есть сердце выдает себе вот такую вот более плотную волну тогда, когда ты испытываешь херовые эмоции, когда счастье, радость там такая вот... Классная волна, она очень полезная, это как эффект плацебо для твоего организма, он тебя вылечивает нахрен. В это же время мозг тоже, когда ты ментально где-то тревожишься, накидываешь на себя еще больше тех мыслей, которые тебя приводят к депрессии, тревоге, он тоже выдает тебе плотную волну и инкогерентность, это значит, что эти волны, эта волна, эта волна, они пересекаются друг с другом и твое тело, твоя клетка получает эту неблагоприятную волну и в этот момент клетка в организме страдает, она не получает той нужной энергии, которую должна получать и поэтому она работает плохо. В те моменты, когда мы испытываем страх, мы хотим какать. Почему мы хотим какать? Потому что наш весь тот комплект этих желудков и кишечников, которые отвечают за этот бизнес-процесс, они получают не ту волну, которая им нужна, не ту энергию, инкогерентную энергию. Поэтому мы испытываем некий дискомфуз. Испытывать поганные эмоции очень вредно для здоровья, очень вредно. Если вы будете постоянно депрессировать, злиться из-за мелочей и не из-за мелочей, через 15-20 лет вы будете хронически болеть различными дебильными болезнями. Вы будете больным человеком, больным. Поэтому нужно запретить себе испытывать всякую гадость. Испытывать, ощущать, депрессировать, гневаться, раздражаться, жалеть себя, ныть. Надо исключить это. Надо знать о том, что это очень вредно для вас, для вас и окружающих, потому что эту энергию вы транслируете другим людям. И они это впитывают, как губки, и становятся такими же раздражительными, как и вы. Это называется нейронные, зеркальные нейроны. Ты сидишь, заходит чувак, злой как собака, и ты уже злой как собака, потому что эти зеркальные нейроны, они к тебе зазеркалились. А испытывать радость, счастье, любовь, страсть, оргазм – это шикардос. Когда ты это испытываешь, все болячки заживают на тебе, как на собаке. Это по-настоящему так. Это наука? Это не философия? Нахрен философия? Я с вами тут не философствую. Субтитры сделал DimaTorzok Так. Ой, сижу на стуле деревянном. Мне кажется, что сейчас у меня вылезет геморрой. Кстати, очень хорошая история про геморрой. Я прочитал книгу Джоди Спенза, называлась она «Плацебо». Это о нейробиологии, как раз-таки о тех волнах, которые извергают наше сердце, наш ум. О массе примеров того, как, ну я думаю, для кого не секрет, что такое плацебо. Это когда человеку больному дают некую пилюлю и говорят «Поздравляем, о твоей неизлечимой болезни нашлось лекарство, и это одно. Два раза в день, два месяца будешь употреблять, и все. Ну все, как бы. Забудь о том, что эта болезнь смертельна, теперь ты будешь здоровым человеком». И человек кушает эта ронда два раза в неделю, которая... Ронда – это не лекарство. Но он знает, он в это верит на 100%. И через два месяца это абсолютно здоровый человек. Абсолютно. Это тоже не сказки, это тоже не философия. Таких примеров их массы, их миллионы. О том, что мы сознательно, веря во что-то, можем себя излечить. И излечил он себя благодаря чему? Благодаря этой когерентной волне. У него уже не было и дипера. Месяц назад он думал, что ему осталось полгода, но все. Все, нечего волноваться и переживать. Я здоровый человек. Но это счастье, это лютое счастье. Чувак два месяца пил эта ронда. Дурачок. Его мозг, его сердце выкидывало сплошную энергетику, счастье, добра. И эта вся волна была когерентна. И чувак излечился, потому что эти счастливые, когерентные волны, радостные, они лечат твой организм. И, короче, я прочитал эту книгу и думаю, вау, вообще кайф. И я думаю, никакого депрессухи, никакой ненависти, никакой злости больше я испытывать в жизни нахрен не буду. Я прям ходил и культивировал в себе счастье. Думаю, все, счастье, несчастье, на каждый какие-то напад. Да и когда ты такой чувак, с тобой и не происходят ситуации, которые приводили бы к несчастью. Просто такого не происходит. А благо, когда не происходит, потому что как только происходит какая-то херь, в этот момент ты тут же подключаешь свое сознание. Ты говоришь, я не буду отождествляться с этим дерьмом, которое вы на меня капаете. Не буду. Ты говоришь, не буду, не отождествляешься, и все, это дерьмо, оно стало вкусной шоколадной конфеткой. И я все с этими знаниями, все, я просто такой весь когерентный, эмоциональный. И я что-то сажусь и чувствую, что у меня что-то в заднице не то. Думаю, ёк-макарёк, что такое? Что такое трогаю? Думаю, какая-то штучка, прям какой-то прыщик или какое-то пятнышко. Залезаю в угол, смотрю, думаю, геморрой. Походу дела это геморрой. Я думаю, как же так, ёк-макарёк, как же эти когерентные все волны, там вся вот эта вот плацебо, вся эта лабуда. На первые пару минут я немножко так вот загнался, потом думаю, ага, у меня есть возможность самому себе доказать о том, что вся эта лабуда работает. Я в этот же вечер ложу, а болит срака невыносимая. Геморрой, это прям геморрой, это прям геморрой. Это прям реально геморрой. И откуда она нарисовалась, я даже не понял. Я, короче, ложусь в кровать, а там такое ощущение, что аж в пот тебя немножко бросает. То есть ты прям вот ощущаешь полностью всем телом. И я направил внимание не на эти слова, геморрой, какую мазь купить, надо почитать, надо к врачу сходить. Я направил внимание на то ощущение, которое было в моей, во-первых, заднице. Просто направляю внимание на этот геморрой, вот на эту вот штучку. Не смотрю на нее, вот так вот не заглядываю туда, а всем ощущениями я там. Помимо этого ощущения, ты где-то еще какие-то ощущения испытываешь не очень благоприятные. Потому что это геморрой, ребята, это геморрой. И я не спал почти всю ночь. Я всем своим вниманием находился в этом геморрое. Это был мой такой первый опыт, когда я обращал внимание на ту энергию. А это неприятное ощущение, это энергия. Это энергия, которую мы называем геморроем. На самом деле это такая же энергия, как и энергия оргазма, счастья, радости и удачи. Но ум дает этой энергии слово геморрой. И мы, ааа, у меня геморрой, как это больно и неприятно. Я не говорю больно и неприятно. Я говорю, ничего не говорю. Я молчу абсолютно и здесь, и здесь. Самое главное здесь. Здесь будешь молчать и здесь будешь молчать. Я ощущаю это ощущение. Ощущаю, ощущаю. Всю ночь я его ощущал. Оно через где-то час превратилось в приятное ощущение. То есть я просто чувствовал свое тело. Вот я направлял внимание. Я тренировал свое внимание. Это был первый плюс от моего занятия. Второй плюс, что я направлял внимание на пустоту, на энергию своего тела. Той болячки, которую я называл болячку. Она же что-то выдает, какое-то чувство, какую-то неприятность. Слово неприятность. Это лишнее слово. Ощущение другого слова не найти. Короче говоря, потом я уснул, просыпаюсь. И ничего не ощущаю. То есть я сел. Аллилуйя, думаю, работает. Так вот пальчиком, так вот потрогал. Есть. Это лабуда была. Но я уже не испытывал этот ужасный дискомфуз. Через два дня и эта штучка пропала. Абсолютно пропала. И этот момент, эта ситуация меня очень вдохновила. Я понял, вся эта волна когерентная, некогерентная. И то это осознанное ощущение того, что я должен жить так, оно работает по-настоящему. Ну оно работает. Я за одну нахрен ночь излечил свой долбанный геморрой. Откуда вообще он взялся? После этого я очень мало болел. Очень мало болел. Хотя поболеть я люблю. И в детстве мне удаляли аденоиды. И постоянные какие-то сопли. Нос забит. И за зиму ты три-четыре раза просто заболеваешь соплями и кашлями. И в эти полгода-год я был так просто внедрен ментально во все эти знания, что болеть мне просто было некогда. И как только я ощущал какой-то дискомфорт в плане болезни, я тут же направлял внимание на это ощущение. Ну, например, нос забивается или глотка болит. Я тут же направлял на это внимание, не давая ему никакого названия. И наутро я уже был здоровым человеком. Я целый год вообще не болел. То есть я болел первые 15 минут, как только эта болезнь пришла. А ведь мы можем заболеть только из-за того, что едем в метро, чихнул какой-нибудь мужик. И мы такие... Скотина! Прям попал, прямо вот в ухо мне, прямо сюда попал своим чихом. Заболею? Все, ум тебе уже дал наставление. Заболею? Ты можешь забыть об этом чихающем мужике через 5 минут, но все, ты уже заболел, дружочек. Ты уже создал себе эту болезнь. А если ты человек на постоянном дипере, на тревоге, на волнении, на неуверенности, то, конечно же, эта некогерентная волна только и будет создавать тебе всякие болезни. Потому что как только ты зацепил какой-то вирус, нано, только свои эмоции, ты сразу же его еще более раздразил и увеличил. И на протяжении всех этих лет практики осознанности, внимательности, они как присутствовали у меня, так они и отсутствовали. И на месяц, на два я мог полностью увлечься умом и неосознанно сосуществовать, и поэтому та же болезнь, она могла прийти ко мне. Я думаю, ой, Жека, ты же совсем забыл, что ты же 2 года назад излечил свой геморрой там и не болел. Ну, давай направим внимание на ощущения. И это тоже кайф. Иногда с температурой можно поваляться всю ночку. И есть свои плюсы от того, что ты обращал внимание на то ощущение, которое к тебе происходит. Это как некий отдых. Я до сих пор принимаю это как отдых. Заболел? Тогда сейчас все внимание я вложу в свое ощущение. Потому что это вложение, это и есть то плацебо. И пускай я поболею денек-два, но больше трех дней я никогда не болею последние пять лет. И как только я заболеваю, а в основном я заболеваю тогда, я уже это просто проанализировал, тогда, когда осознанности очень мало присутствует в моей жизни. И заболевание это как толчок, который, пинок, который дает тебе возможность опять-таки воспользоваться этим инструментом. И помимо того, что быстро вылечиться, так еще быть сознательным в этот нездоровый период. Так, что там вы пишете? Почему-то это пробуждение или осознание не ко всем приходит. Или это дано только избранным. Субтитры создавал DimaTorzok